МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости в суде Раэль Низамов. Я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях недели. И вот, что вы увидите сегодня. Накануне выборов барвинцы встретились с депутатом Госсовета. Смогли задать волнующие вопросы. В селе Верхний Фоминовка прошел сход граждан. Шоу-дан или теннис по-особому. В Бавлах прошли республиканские соревнования по настольному теннису. Традиционно под руководством главы района Рамиля Гатиатулина прошло еженедельное аппаратное совещание. Какие вопросы были подняты на нем и на что было обращено пристальное внимание, вы узнаете из нашего сюжета. По словам начальника районного отдела внутренних дел Ильинора Шарафеева, за прошедшую неделю в дежурную часть поступило 102 сообщения. Пять из них зарегистрированы как преступления. Одно преступление раскрыто, по четырем ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Административной ответственности по линии охраны общественного порядка привлечено 18 человек за нарушение правил безопасности дорожного движения. Административной ответственности привлечено 132 водителя и пешехода. Выявлено 3 водителя в продажном состоянии. На дорогах района зарегистрированы 8 дорожных раздельных происшествий. В связи с началом подготовки к празднованию Дня города, глава района Рамиль Гатиатуллин поинтересовался Ильинора Шарафеева состоянием уличного видеонаблюдения. Выяснилось, что камеры исправно используются по вседневной работе. У нас 10 камер по программе «Безопасный двор» и 13 камер по программе «Безопасный двор». Вы справились в состоянии, выведены дежурные участки. В любой момент мы можем просматривать. Но еще осталось доработать, что видеонаблюдение бывает на большой экран. Поэтому работаем еще. Я особое внимание просил перед Днем города обратить на систему видеонаблюдения. Может, это большой помощь в нашей работе будет. Но и все-таки хотелось бы, чтобы эта система... Я просил бы изучить этот вопрос. Наверное, что, наверное, у вас. Как возможность подключения к системе видеонаблюдения, частно к системе видеонаблюдения. У нас очень много кадров стоит и на учреждениях, и на магазинах. Как их, чтобы была возможность подключить к общей системе. В свою очередь, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Фарид Киамов отметил, что проведение уборочных работ в широких масштабах мешает установившаяся дождливая погода. Но есть и плюсы в этом. Почва наполняется влагой, что создает благоприятные условия для посева озимых культур осенью. На сегодня убрано около 8% от прогноза площадей около 2000 гектаров. Имеет на молот 5700 центнеров при урожайности в расходе 8 центнеров. В текущей ситуации, при влаживании зерно на корню, придется воспользоваться зерно-сушиным оборудованием. Ибо, если такого оборудования нет, сушить фуражное зерно выливает и для продажи. Это, конечно, дополнительные затраты. В районе начались сходы граждан, а вопросов и активности со стороны населения мало. К сожалению, пока в Тайске относительно вопросов мало звучит. У нас такое впечатление, что все везде хорошо и ничего нам не надо больше. Я просил вас особенно при встрече с депутатами, нашими государственными советами, поднимать вопросы, те, которые вопросы планируют, волнуют в основном жителей. Руководитель горысполкома Даниил Арбакиров сообщил, что на этой неделе объявлен субботник по подготовке города к предстоящим праздникам. До конца недели предприятия и организации должны провести уборку и провести в нормативное состояние закрепленные территории. Кроме того, был объявлен конкурс на лучшее оформление благоустройства города. Победители в различных номинациях конкурса будут определены 20 августа. Глава района предложил дополнить конкурс номинациями «Лучший двор» и «Лучший подъезд». Не осталось без внимания проблемы стерилизации бездомных собак и кошек. Весь число безнадзорных домашних животных с каждым днем увеличивается. Усыплять их нельзя, поэтому возникает вопрос об их содержании и вакцинации против различных заболеваний. Сагит Ахмедзианов, Елимир Башаров, Раид Низамов, Верта. В селе Верхняя Фоменовка состоялся сход граждан. На вопрос жителей отвечали глава Бавлинского района Рамиль Гатиатуллин, его заместитель Ренат Хамедуллин и руководители различных служб района. По традиции первым выступил глава Поповского сельского поселения Сергей Попов. Он рассказал о том, как работает программа самообложения в селе. Знаете, то, что мы не первый год участвуем в программе по самообложению граждан. В прошлом году осенью был у нас проведен референдум, и решением референдума мы собирали денежные средства на реконструкцию забора кладбища. Помните, да? Кладбище у нас уже в рамках существующих как бы мало становится. Мы провели межевание, то есть увеличили ее. Теперь, естественно, по границам вот этого межевания необходимо как бы и выставить забор. Мы собрали по 300 рублей гражданина. Всего у нас набралось 21 тысяча рублей. Чтобы выполнить намеченный объем работ, глава сельского поселения предложил мужчинам собраться на субботник и построить забор своими силами. Возражений со стороны жителей на его предложение не прозвучало. Также Сергей Попов напомнил об отключении аналогового телевидения 14 октября и о переходе на цифровое телевещание. Глава поселения проинформировал жителей Фоминовки о том, что клубные работники в ближайшее время обойдут дома и запишут, кто такое телевидение смотрит. Вид телесигнала каждый должен будет заверить своей подписью. Это нужно для того, чтобы определить, кто смотрит только эфирное телевидение и в дальнейшем помочь при переходе на цифру. Рассматривался еще один проблемный и больной вопрос для многих сельчан. Это закрытие школы. В селе всего 13 школьников. Содержать школу для такого количества учеников нерентабельно. Поэтому было принято это непростое решение. С нового учебного года дети, проживающие в селе Верхняя Фоминовка, будут учиться в Поповской школе. Эту новость многие жители восприняли болезненно. Школа, это у нас была радость. У нас дети шли в школу. У нас в деревне жила. А теперь, когда школу закрыли, это вот сердце нашей деревни. Школу закрыли и думаем, вот теперь куда наши дети будут идти. И у нас как-то деревня как будто бы умирает. Это понимаете, школа, это у нас сердце деревни. И очень обидно, что закрыли ее. Для перевозки школьников будет предоставлен новый автобус. И, как отметил Рамиль Гатеатуллин, дороги в зимнее время будут очищать регулярно, для того, чтобы школьный автобус смог проехать в село, увезти и привезти детей. Также на сходе обсудили проблемы, связанные с автобусным сообщением и ремонтом дорог. Напомнили сельчанам и об опасности заражения домашних свиней африканской чумой. И просили соблюдать меры безопасности. Житель села, многодетный отец, поднял тему выделения земельных участков многодетным семьям и высказал свое недовольство тем, что животных на убой теперь надо везти в город. Закон тоже есть. Путин сказал, в течение года вы должны были принять. Так пожалуйста, ради бога. Вы же отказывались. Семь лет назад вообще закона не было, что многодетным семьям бесплатно землю дают. С какого года у нас действует закон? С 14 года действует закон у нас. Глава района Рамиль Гатя Атулина ответил на все вопросы жителей и рассказал о предстоящих выборах в Госсовете Татарстана. Ознакомил вкратце с кандидатами в депутаты и призвал жителей села принять активное участие на выборах. Депутат Госсовета Татарстана 5-го созыва Леонид Якунин встретился с избирателями в Бавлах. Подробности в нашем следующем материале. В ходе встречи с жителями улицы Нефтепровод Леонид Якунин поинтересовался проблемами, которые их волнуют. Попросил поделиться своими предложениями по поводу благоустройства. Горожане поднимали такие вопросы, как дорожная безопасность, необходимость спортивной площадки для детей, спил гнилых деревьев. Хотим, чтобы у всех было красиво и удобно было. Функционально. Сейчас все, да. И детям, и взрослым. Поэтому с 2020 года эта программа будет работать. Она внесена в партию «Единая Россия». Президент Татарстана Мениханов одобрил ее и сказал, что будут выделяться ежегодные деньги в тысячи пяти лет на ремонт. Я думаю, что не меньше миллиарда будет выделяться. По всей республике начали эту работу. И за пять лет завершили все 9300 таких переходов. Депутат Госсовета рассказал и про онлайн-сервис «Мой депутат». Колл-центр дает возможность избирателям напрямую пообщаться с каждым кандидатом и лично передать наказ или обсудить свою проблему. От татарстанцев поступает очень много вопросов, в том числе и от жителей Бавлинского района. Как отметил депутат, все вопросы бавлинцев приняты в работу. Ни одно обращение не остается без внимания. В актовом зале Центральной районной больницы состояла встреча депутата Госсовета Татарстана 5-го созыва Леонида Якунина с избирателями. Что обсудили на этой встрече, вы узнаете из нашего следующего сюжета. На встрече с коллективом медработников принял участие заместитель главы Бавлинского муниципального района Ренат Хамедуллин. Он вкратце рассказал о предстоящих выборах. С этого года мы вступаем в трехгодичную фазу выбранной кампании по Республике Татарстан. В этом году мы выбираем депутатов Государственного совета Республики. В 2020 году мы выбираем президента нашей страны, нашей республики, Республике Татарстан. Плюс пройдут также выборы в местные советы. То есть будем выбирать депутатов местных органов, местного совправления. И в 2021 году мы будем выбирать депутатов Государственной Думы. В единый день голосования 8 сентября на территории нашего Бавлинского муниципального района откроют в своей двери 38 избирательных участков. 16 избирательных участков у нас откроют двери в городе Бавлы. И 22 избирательных участка у нас откроются в сельских поселенных пунктах. Выступая перед бавлинскими медиками, депутат Госсовета Леонид Якунин рассказал о национальных проектах, реализуемых в нашей республике, о действующих федеральных и республиканских программах, направленных на улучшение благосостояния республики. Бюджет Бавлинского района значительный вырос. Если взять немножко те времена, когда он составлял в пределах 400, сегодня он в два с лишним раза выше. Это дает возможность решать другие социальные вопросы. На текущий год уже 40 программ работают. Это дает возможность независимо от величины городского образования или кого-то распределять финансовые средства по программам отдельно по всей территории республики. Хотя еще предстоит сделать очень много. Здесь у нас много проблем. Я, как сторонник Единой России, вхожу по совете по франции Единой России, я понимаю, что много вопросов к Единой России по тем непопулярным решениям, которые были три. Хотя по некоторым из них, конечно, вызывает много объективных причин, не объективных. И сегодня, я думаю, из этого тоже делается определенный результат. Ну, говоря вот об итогах прошедшего периода, хочу отметить, только вот за 18-й год в республике было введено в строй и отремонтировано 2,5 тысячи различных объектов, включая жилье и все объекты здравоохранения, народного образования, культуры и других. Такого не было ни разу. Таких программ нет и у соседних регионов. Далее они ответили на вопросы, заданные из зала. Вопросы касались питания в школах, создания новых рабочих мест. Одна из сотрудниц больницы выразила беспокойность по поводу количества магазинов, торгующих алкогольной продукцией. По ее мнению, если такие магазины увеличиваются, это говорит о том, что они работают рентабельно. А на вопрос одного из врачей, откроется ли в этом году лыжная база на Трехгорке, Ренат Хамедулин ответил, что к началу лыжного сезона она обязательно откроется. Кадрия Гимазова, Игуль Хусейнов, Эльмир Башаров, БРТ. В середине июля в Бавлах открылся магазин «Победа». По отзывам граждан в нем широкий ассортимент товаров, низкие цены и хорошее отношение к покупателям. Мы решили проверить все сами и побывали в новом магазине. В магазине «Победа», что находится по улице Сайдашевых, 10 Б, а точнее позади здания полиции, мы убедились, что покупки здесь – это отличная возможность для павлинцев распределять семейный бюджет с умом и экономией драгоценного времени. Ведь все необходимое для семьи в «Победе» можно купить в одном месте и под низким ценам. Ассортимент довольно разнообразен. Это и продукты питания, и товары для дома, канцелярские товары и еще много чего другого. Всего тысячи наименований. Цены приемлемы. Вот купила лапшу, она 25 рублей. Купили йогурт, йогурт тоже гораздо дешевле. Хлеб, молоко, молоко тоже. Вот здесь 52 рубля. А пенсионерам не могут ходить сюда. Советую приходить всем в магазин «Победа». Цены действительно приятно удивляют. Например, килограмм картофеля можно купить всего за 17 рублей 90 копеек, а сахар – за 29 рублей. Хлеб, в свою очередь, будет стоить от 18 рублей за буханку, а чай – от 24 рублей 90 копеек за пачку. Перечислять можно бесконечно, но будет лучше, если вы побываете в магазине «Победа» сами, как сделали это мы. И это точно будет вашей победой на пути правильного расходования семейного бюджета. Водима Хафизова, Игорь Натрасикова, Елена Кузнецова, ПРТ. В универсальном спортивном зале «Бавловс» состоялись республиканские соревнования по шаудану. Настольному теннису для незрячих людей. Все подробности далее. В состязание принимали участие 7 команд из Урусу, Бугульмы, Альметьевска, Нижнекамска, Набережных Челнов и 2 из «Бавловс». Каждая команда состояла из трех человек – двух мужчин и одной женщины. По правилам игры игрок должен отбить мяч битый, чтобы он пролетел вдоль стола подразделительным экраном, попал в ворота соперника. Победителем становится игрок, первым набравший 11 очков, при разнице с соперником не менее двух очков. Каждый игрок подает пять раз подряд. Игроку начисляется два очка за попадание в ворота. Одно очко за каждую из трех возможных ошибок соперника. Если тот попадает мячом в экран, роняет мяч от стола или касается мяча чем-либо кроме биты. Я буквально месяц назад узнала, что есть такое общество слепых, которое занимается всяким видом деятельности. Они сами позвонили и меня пригласили. Я очень этим довольна, потому что познакомилась с хорошими людьми. Они занимаются интересными делами. Это спорт, это досуг. Понимаете, я сразу приобрела, можно сказать, друзей. Я так рада, довольна. И вот этот теннис со звенящим шариком для меня было что-то новое в жизни, да, такое интересное. Я ездила на тренировки из села Алексеевка. Теперь приехала на соревнования. Надеюсь, что результат будет положительный, что я не подведу команду, займу достойное место, так сказать. В итоге соревновательного дня первая бавлинская команда, в состав которой вошли Сергей Рыков, Флорид Илала Динов и Алена Проскурина, заняла почетное второе место в командном зачете. Первое место здесь досталось нижнекамцам, а третье – бугульминцам. В личном зачете самым успешным среди бавлинцев оказался Флорид Илала Динов. Он завоевал второе место, вступив сопернику из Нижнекамской лишь одну очко. Бавлинская МЭО ВОЗ представила сегодня на турнир шоу-даут для незрячих. Это настольный теннис, который очень популярный у нас в Татарстане и в Уфе. Самые лучшие команды, конечно, это Уфа и Казань. После них идет у нас и Лабуга, и Нижнекамск. Сегодня мы представили две команды. Все приехали по одной команде, а мы как хозяева воспользовались своей ситуацией и представили две команды. Но это неважно, какая группа. Все равно все мы одеваем очки, которые непрозрачные, и все играем на одном и том же положении. Нам этот вид спорта очень нравится, потому что здесь все равны, и не надо говорить, вот он что-то видит, а этот не видит. Победители и призеры этого соревнования смогут принять участие в зональном этапе. В нем будут играть любители шоу-дана из Приволжского федерального округа. Вадимах Афизов, Эльмир Башаров, Райль Низамов, БРТ. В деревне Муртаза Бавлинского района по доброй традиции прошел концерт творческого коллектива Ютазинского района. За выступлением артистов следила и наша съемочная группа. Концерт состоялся в новом уютном и светлом доме культуры, который был построен в деревне Муртаза по республиканской программе. Перед тем, как на сцену вышли гости, Муртазинцеву приветствовал депутат Госсовета Республики Татарстан, пятого созыва Леонид Якунин и заместитель главы Бавлинского муниципального района Ренат Хамедулин. По словам депутата Госсовета Леонида Якунина, наша республика в последние пять лет развивается неплохими темпами. В рейтинге Приволжского федерального округа она занимает первое место, а в рейтинге всей Российской Федерации входит десятка лучших. Есть перспективы, что и в дальнейшем, в следующие пять лет, которые предстоят работать новому составу Государственного совета, наша республика будет развиваться еще лучше. Поэтому хотелось бы, и вот мы, если бы говорим, сегодня смотрим, меняются города, меняются районные центры, меняются поселки. Я думаю, что доверие к Единой России, несмотря ни на что, оно позволит еще больше сделать на местах то, что волнует жителей. После небольшой официальной части на сцену вышли артисты районного дома культуры Ютазинского района с интересной концертной программой. Мы сегодня выступаем в Бавлинском районе. На днях собираемся ехать в Ознакаевский район. Ждем к себе в гости и бавлинцев. В нашей программе много зажигательных песен, танцев привезли молодых исполнителей. Надеемся, муртазинцы получат огромное душевное удовольствие от наших выступлений. Все, что происходило в этот вечер на сцене, жители деревни Муртаза откликались бурными аплодисментами. Два часа концерта прилетели как одно мгновение. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей смотрите в пятницу 9 августа. Мы напоминаем, что до 31 августа на газету «Слава Трудо» можно подписаться по льготной цене. Она составит 740 рублей 28 копеек. Тогда как в первом полугодии 2020 года цена на районку увеличится. Поэтому, если вы хотите оформить подписку по льготной цене, это нужно сделать до конца лета этого года. Также неплохо сэкономить можно будет, оформив альтернативную подписку. В этом случае цена будет еще ниже. И газеты вы сможете забирать прямо из-за редакции. Все интересующие вас вопросы вы сможете уточнить, позвонив по номеру 56450. А прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию прогноз погоды на ближайшие два дня. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. В среду 7 августа переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью 9, днем плюс 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров в теплого столба. Относительная влажность воздуха 75%. В четверг 8 августа облачность. Синоптики прогнозируют дождь и грозу. Температура воздуха ночью составит 11 градусов тепла. Днем плюс 19. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров в теплого столба. Относительная влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 737 миллиметров в теплого столба. 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 Итиевиз субан бленберге 35 ил огомыр итип, мы четыре козыга терпия беленбердеге. Ини, сенен онғанлыгын, итиевизның трышлығы блен, бизның болашағы біз унытлмаслық мотор болып, парк онатлар осында бир койғысыз рахатлик бленберге. Козыганыш, сегодня мотор тұрмашы бізна, уныкларының күрлешіп усуен, итиевизгене куре олмады. Бүгінгі күнде, әни, сен бізнің бірден бір тірегі біз ұғырғы біз. Әни, сенің ұлы үрегіне біз барығызда сыйған біз. Сенің өнда тұрмаш ауырлықлары, мәші қаттлары барысы да еуқ бұла. Бізнің әнинің оңа еуқлары көп, ұл үлкен ештабылуына қорамастан компьютер сірлерін үзлештірді, мақсус курслар өтті. Бүгінгі күнді рехатленіп, интернет шілтәріннен құланып, туғанлар, дұслар білен оралашып, рехат етіп еші. Сонғы елларда дин савақларында өзлештірді. Әни, біз келешекті дәсіңі бітмес түкінмес күш, рухынықлыған, сәлеметлік тілі біз. Бізні сүйіп, нозла бүстірген құлларың бір қашанда сызлау білмесін. Олдағы күнлерді де бізні сүйіндіріп, оп-ақиолықларыңны бейліп, біз балаларыңа қайыр фатиха беріп, онықлар болалар шатлықларына сүйініп, ешерге насып болса неде. Тәрізеден әни қораптыра, гүллер орасыннан ұріліп, ғазиз балалары қойта тұрған, үйіл тұрашыл онынан көрініп, гүл сұлмасын, ұтлар сүрілмесін, нұр сүйінмесін әнкей күңіліңді, сен бұлғанда құйаш ұйықты яна, сен бұлғанда бола біз келді. Еңізгі тілі әклер білін, қызларығыз Светлана, Эльвера, Ландыш, Гүзел, кей өлі әрігіз ғайым 11 ынығыз дейілгенеді қытлы ұқатында. Хұрмәтлі Гүлшире қаным, бізді сізнің еқыннары ғызының езгетіліклеріне шен көңілден қошылабыз. Сағына шол, ойларында келбіз балалар. Әнкәйі біз келді яны бізға, түштен әшке алып алмалар. Әнкәйі біз келді яны бізға, үйлері біз бүгін емілерек. Үстелдегі бүтін жемешлерден әнкәй олмалары тәмілерек. Әнкәйі біз келді яны бізға, үйлері біз бүгін емілерек. Үстелдегі бүтін жемешлерден әнкәй олмалары тәмілерек. Әй көңілдегі бірге шейлер үшін, тоатлы да сың алма ісілерек. Әнкәйі білән бірге келген кебік, Әнкәйі біз келді яны бізға, үйлері біз бүгін емілерек. Үстелдегі бүтін жемешлерден әнкәй олмалары тәмілерек. Әнкәйі білән бірге көңілерек. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!